Христос Воскресе! Очень сильное присутствие здесь. Бог верен. Туда, куда приходят два или три человека во имя Иисуса Христа. Иисус Христос уже здесь. У меня на этой неделе была по-настоящему страстная неделя. Был пост. Два дня мы всей церковь постились. Только на воде. Вчера у меня тоже получился такой вынужденный пост. Потому что очень сильно заболел зуб. Понеже много ме болеше зуба. И я не мог кушать. И не можах да се храня. Жена сказала, Бог за тебя взялся. И съпруга ми е казал, Бог вече те е взял в ръцете си. Вчера получил письмо из Бургаса. Вчера получих письмо от Бургас. И Господь ми проговорил. Что обратились ко мне за помощь. Обърнали се към мен с помощ. Как професор по церебрални заболевания. Като към професор по церебрални заболевания. И сказали, что наш сын бизнесмен. И са казали, че наш сын бизнесмен. Был недавно в Вьетнаме. Бил я наскоро в Вьетнам. Он айтишник оператор. И то е оператор Айти. И потом его пригласили работать в Камбоджа. И там его укусила какая-то мушка. И там някакво насеку му го е хапило. И у него развилась лихорадка. И започна да му се развива болест. И так написали. От этой лихорадки обычно люди умирают. И са казали така. Написали се така, че от тази болест хората обикновенно загиват. То есть для тропически стран это нормально. То есть для тропически държави това е нормално. Мушка укусила. Някакво насеку му е ухапило. И несколько человек погибло во време тропически дождей. Наш сын почему-то выжил. Наш от син по някакой причиной е оживял. Но у него остались последствия. Но са му останали последици. Ну забывается. Забравя. Молодой человек на 30 лет. Млад човек на 30 години. Он стал какой-то вот такой заторможенный. Станала малко рассеян. И начали описывать симптомы. Бавен. И започнали да описывают симптомите. И я понял. И аз разбрах. Что они описывают и мое состояние. Че те описывают сега и моето состояние. Когда я на острове Хайнань съел какой-то нейротоксин. Когато на острове Хайнань изядух някакв нейротоксин. И перенес нейротоксичный шок. И принесох нейротоксический шок. И получается, что я выжил. И аз... Указывается, что я саможивел. Но остались последствия. Но состанули последицы. Это как в одном фильме звучит. Вот здесь помню, а вот здесь я уже не помню. Как-то в едином фильме. Утаза страна помня, а втаза вече не помня. Речь потихонечку восстанавливается. Речь-то леко-полеко все забавит. Остается такая вестибалапатия. Но в том плане, что... Остава само нарушение на координацията. Но я все-таки решил сегодня я выйду и буду проповедовать. Но аз въпреки това реших да изляза днес и да проповедвам. Потому что для меня это день что-то значит. Защото за мен този день нечто означава. И тема моей проповеди сегодня. И темата на моята проповед днес. Доколе не доставит суду победы. Докато не донесе на суду победата. Знаете ли какво меня спасава? Понятно, что меня, как и вас всех, спасава вера. Вера в Иисус Христа. Который умер за грехи наши, написано. И воскрес в наше оправдание. А я вообще понятно говорю? Разбираемо ли говоря? Потому что мне кажется, что я хорошо разговариваю. Може би ми се струва, че аз говоря нормално. Потому что тело меня обманывает. Може би тялото ме... Недавно жена попросила взять сковородку. Наскоро супругата ми помоля да взема тенджера. Она казалась очень горячей. И тя беше много топла. А я этого не чувствовал. И аз това не го усетих. Я взял сковородку, держу ее. Взех тигана. И чувствовал, что мое мясо шипит. И усещам, че моята плът... Я смотрю, что палец тоже сгорел. И аз гледам, че пръста изгоря. А я этого не чувствую. Аз това не го усещам. И поэтому думаю, может я сейчас говорю как-то на непонятном языке. И аз се замисля, може би говоря на неразбираем език. Слава Богу, что вы не понимаете. Слава на Бога, че ме разбирате. И слава на Бога, че Бог ме е оставил жив. И мога да се опитам да ви донеса тази блага, радостна вест. Потому что мы сегодня что-то празднуем. Защото днес нещо празнуваме. Мы празнуваме сегодня победу. Ни празнуваме днес победата. Която Исус е удержал на какомто суде. Която Исус е удържал... Е постигнал на някакъв суд. И может быть кому-то еще непонятно, что это за суд такой. И может быть някой още не разбира каков е този суд. Я начну с того, что кто участвовал в это воскресенье. Аз ще започна с того, кто участвовал в това воскресенье. И я открою первое место. И ще отворя первое место. И это написано в книге Деяния. И това пиши в Деяния. В 13 глава. В 13 глава. С 27 стиха. От 27 стих. На проектора на български язик. На проектора на български язик. Я прочиту на русском язик. Аз ще прочита на русский язик. Ай, сперва да говорю мисль, которую я не закончил, кстати. И първо ще ви кажа тази мисль, която не съм приключил още. Мне помогает еще то, что когда я был в Сеуле. Помага ми това, когато съм бил в Сеуле. Нам сказали, что несколько церквей молятся за нашу церковь. Са ни казали, че няколко церкви се молят за нашу церковь. И няколко молитвени групи се молят непосредственно за мен, като за пастора. Когда мы были с женой в Лос-Анджелесе. Когато сме били с супругата в Лос-Анджелес. Я там познакомился с людьми, которые посвящены. Можете ли да се представить хора, которые посвятили свои жизни. Для того, чтобы молиться до конца жизни. За миссионерите, които носят служение в Израиле. Това са Ирина и Игорь Цой. Тоже он кореец, она еврейка. И они открыли уже 5 церквей там. Есть бизнесмены, они очень богаты люди в Лос-Анджелесе. Има бизнесмени, които са много богати хора в Лос-Анджелесе. Които са сключили завет с Богом. Послушайте внимательно. Чуйте внимательно. Они пообещали Богу. Те се обещали на Бога. Это было 3 бизнесмена, которые были, с которыми мы познакомились. До конца жизни своей. Вот эти 3 богатых человека. Будут отдавать свои десяти на служение от этих миссионеров в Израиле. Я благодарю Бога за то, что я увидел, что такие люди существуют. Аз благодаря на Бога, че видях, че такива хора существуют. И ко мне, к нам, с Наташа, подошли люди и говорят, можем мы с вами поздороваться? Могли аз да се здрависом со с вас? Познакомиться с вами. Да се запознаем со с вас. Потому что мы несколько лет молимся за вашу церковь. За что то неколку години се молим за вашу церковь. И молимся за вас, как за пасторя. И се молим за вас, как за пастор. И как за проповедник. Недавно мы приехали из Стамбула. Наскоро дойдохме от Истанбул. От Духовной Академии. И к нам подходили люди. И при нас саидвали хората. И мы сами с Натальей слушали. И не слушахме со с Натальей. Как молятся за нашу церковь. Как се молят за нашу церковь. Скажи аллилуйя. Скажи аллилуйя. Кто-то за тебя молится. Някой се молит за теб. Как вы думаете, это хорошо или плохо? Как мыслите, това добре ли? Вы знаете, это мощный молитвенный щит. Вот поверьте, что кто-то сегодня живет, потому что за него мама когда-то молилась. Повервайки, някой живе и сега, защото майка му се молила за него. Я уверовал в Бога. Аз съм повервал в Бога. Потому что в моем роду были священники. За что-то в моем род имало священници. Потому что моя бабушка была искренно верующим человеком. За что-то моята баба и была искренно верующим человеком. И мы периодически летом выезжали к ней. И мы были еще маленьки, и мы смеялись над ее верой. И това днес ми помогает. Помогает узнавать то, что кто-то за нас молится. Вот просто положил Бог на сердце молиться. И каждое утро встают и молятся симатически. За нашу церковь. За пастора Геннадия. За пастор Геннадий. За Наталью Самоним. И за Наталью Самоним. Я прочитаю это место. Еще раз. Книга Деяния, 13 глава. С 27 стиха. От 27 стиха. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. И не найдя в нем никакой вины, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти. Просили Пилата убить его, когда же исполнили все написано о нем, то сняв с древа положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Давайте посмотрим. Кто воскресил Иисуса? Первый раз повторяется в одной главе. Бог его воскресил из мертвых. Первый раз. За первый раз. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалиме, который ныне суть свидетелей его перед народом. И мы благоуествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям, их воскресив Иисуса. Как его во втором псалме написано. Ты сын мой, я ныне родил тебя. А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, написано. О всем сказано так. Я дам вам милости, обечанные Давиду, верно. Посему в другом месте, говорит, не дашь святому твоему увидеть тление. Давид в свое время послужил из варенью Божьим, почил, то есть умер, и проложил сякосан своим и увидел тление. А тот, которого Бог, еще раз повторяется, Бог воскресил, не увидел тление. Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеем, оправдываются им всякие верующие. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезнете. Ибо я делаю дело в одни ваши дела, которым не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам. Итак, мы прочитали часть эпизод из 13 главы, где несколько раз повторяешься, что Бог воскресил Иисус Христа из мертвых. Давайте мы откроем следующее место. И это написано в послании к римлянам, 8 глава, с 11 стиха. И там написано, я сегодня, может быть, подчеркиваю такую мысль о том, кто участвовал в воскресении Иисус Христа. Первый, Бог Отец. Написано, Бог воскресил Его из мертвых. Посланием к римлянам, 8 глава, с 11 стиха. Написано, кем Он воскресил Его. Он воскресил Его Духом. Духом Святым. И смотрите, как написано. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Кто в нас живет? Кой живет в нас? В нас живет Святой Дух. В нас живет Святая Дух. Если этот Дух Святой воскресил когда-то Иисус Христа, то Бог дает обещание, что придет время, и этот же Дух воскресит на нас из мертвых. Аминь. Аминь. Двенадцатый стих. Двенадцатый стих. Итак, братья, мы не ложники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщляете дела плоские, то живы будете, ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божии. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И еще кто-то, кто участвовал, конечно же, в воскресении Господа Иисуса Христа. Давайте мы откроем третье место, которое написано в первом послании к Коринфянам. В первом послании к Коринфянам, 15 глава, с первого стиха я прочту. Это очень важно. Это основание нашей веры. Каждое служение практически мы вместе исповедуем символ веры. С приездом, братья и сестры. Приветствуем Китай. Из Китая наши данихао. Наши возлюбленные приехали вместе с нашим сыном Павлом. Аллилуйя. И смотрите, как чудесно написано. И покляняйте колокольчик на пище. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором вы утвердились, в котором вы спасаетесь. Ибо преподано удерживайте так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Моя проповедь тогда тщетная. Четная вера ваша, если Христос не воскрес. Притом мы оказались бы и лже свидетелями о Боге. Слышите? Потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому умершие во Христе погибли. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, потому что мы через Адама все умерли во грехе. Так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Аллилуйя. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу. И когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. О, речь становится все лучше и лучше. Аллилуйя. Речь осталась и по добру. Ему надлежит Царство, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Бог победил смерть во Христе Иисусе. Скажи аминь. Бог и победил смертых Иисус Христос. Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Первый человек из земли перстный, то есть Адам. Второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстный. А каков небесный, таковы и небесный. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоти и кровь не могут наследовать Царствие Божие. И нетления не наследуют нетления. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвы воскресут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлениями. И смертному сему облечься в бессмертии. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, дар вашего нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Скажи «Аминь». Скажи «Аминь». Если ты трудишься для Господа, труд твой не тщетен. А почему я прочитал этот пассаж? Потому что в этом эпизоде написано, что Христос воскрес. Он воскрес. Это его подвиг. Твой неговий подвиг. Конечно, с одной стороны, Бог его воскресил из мертвых. Да, от едной стороны, Бог его воскресил от мертвых. А с другой стороны, Дух Святой, Он Духом воскрес из мертвых. А с другой стороны, Духом Божьим, Он был, как сказать, вызволен из самого ада. Но это подвиг души Иисус Христа. Он сам на это пошел добровольно, написано. И на подвиг души своей Он смотрит как с довольством. И на подвиг на душата Му, Той гледа с удовольствием. Если вы помните в одном эпизоде о том, что Бог оставил его. Ако се сещате в един эпизод, как Бог го е оставил. Грех всего мира был возложен на Христа. Грехът на този свят и бил возложен върху Христос. И Бог не мог смотреть на вот это нечистое. И Бог не мог жил да гледа върху това нечистото. И Христос на кресте воскликнул. И Христос е воскликнул на кръста. Отче, на что ты оставил меня? Чуть попозже Он испустил Дух. И вот сейчас я прочту вот это место, которое сегодня стоит в основании. И сега же прочту това място, которое стоит в основании на днешната проповедь. И это Евангелие от Матфея. Това пище в Матфеи. Двенадцатая глава. Дванайсата глава. Семнадцатого стиха. От седемнадцатого стиха. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит. Сеотрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положит дух мой на него и возвестит народам суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломлено не переломит, и льна курячего не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы. Аллилуйя. Аллилуйя. И вот здесь, может быть, кто-то из вас спросит. Может быть, някой ще попита днес. Доколе не доставит суду победы. Толькото изведе правосудието к победе. А каком суде идет речь? А за какъв суд става вопрос? На какъв суд Иисус Христос победил? На какъв суд Иисус Христос е победил? Какую победу Он доставил? Каква победа Той донесал? Знаете, вот сегодня ночью сидел. Я даже думаю, что мне будет трудно вот это так проговорить. Я лучше это прочитаю. И может быть, ще ми е трудно да го изговоря, а аз ще го прочита. Потому что суд всего мира пришел на Иисус Христа. Защото судът на целия свят е паднал на Иисус Христос. Божият суд пришел на Христа. Божият суд дойде върху Иисус Христос. Сатана пришел на Христа. Сатаната е дошел за Христос. Все его полчите пришло на Него. И всички Негови неща са паднали върху Иисус Христос. Смерть и ад въстали на Него. Смъртта и ад са въстанали на Него. Он был в Гефсимамском саду. Той бил в Ефсимански сад. Градина. И если вы помните о том, что он молился. И ако се сещате той за какво се е молил. И капли пота на его челе. И капки пот на Неговото чело. Капали, как капли крови. Са падали, как капки кров. Что это? Какво етова? Теология утверждает о том, что Иисус Христос в Гефсимании пережил такой прессинг. Теология доказывает, че в тази градина той переживал таков прессинг. Что от этого давления капилляры не выдерживали. Че вот то... Това напряжение капиллярите не се издержали. И через потовые железы проступала кровь. И через тези желези потнете излизал... Капиллярная кровь. Капиллярная кровь. Почему? Защо? Вы знаете, очень много мест... Давид об этом очень и очень много говорит. В много-много места Давид казва... О том, что полчаса восстали против меня. За това, че многото са восстанали против мен. Восстали на меня несправедливо. Восстанали върху мен несправедливо. Все полчаса сатаны. Всичките... Воинства на сатаната. Беси, демони. Бесови демони. Сам сатана пришел. Самият сатана е дошел. Вот в этом фильме, о котором говорил пастор Роман. В този фильм, за който говорил пастор Роман. Страсти Христова. Страсти на Христос. Очень хорошо показан момент. Много добре е показан момента. Когато Иисус Христос молится в Евсимания. Когато Иисус Христос е молил в Евсима... на Евсимания. А рядом стоит сатана. А до него стои сатаната. И ухмляясь. И се усмихва. И так смотрят на него. И го гледа. Демоническо давление. Демоническо напрежение. За очень коротки промежуток времени. За много кратко време. На Иисуса Христа. Върху Иисус Христос. Легло. И легнул. Проклятие всего мира. Проклятието на целия свят. Грех всего мира. Грехът на целия свят. Наказание мира нашего было на нем. Наказанието на целия свят беше върху него. Ви можете прочитать 53 глава. Ви можете прочитать 53 глава на Исаия. Которая е запрещена к прочтению в ортодоксальной синагоги. Когато е забранена за четенето в ортодоксална синагога. Потому что понятно о ком там идет речь. Он прошел через суд Пилата. Он прошел через суд фарисеев. Он прошел через суд израильтян. Он прошел через суд народа. Который избрал что? Когда им предложили, кого вам отпустить на праздник? Кого-то им предложили, кого допустим? Вораву-убийцу. Разбойника. Который убил очень много людей. Или этого Иисуса. Царя Израилева. Праведника. И народ кричал. Отпусти нам вораву. И что про Иисуса кричали? Распни его. Это было? Я ничего не придумал. Нищо не ли сам измислял? Весь народ приговорил его к смертной казни. Целия народ го приговорил к смертной казни. В него плевали. Кидали камни. Хвырли ли се камни по него? Он прошел через суд римских солдат. Минал е през сада на римските войници. Писание говорит, что он был пропущен через полк. Писание доказва, что той был пуснут през полка. Что такое полк? Какво е това? Это примерно 30 человек. Это около 30 человек. А приятно? 30 человек ударили его. 30 человек са го ударили. Просто ударили? Кто-то ударил. Просто така са го ударили. Рукой, кто-то ударил. Някой ударил с ръката. Палка. Някой ударил с... Кто-то пнул ногой. С прачка, някой го и ударил като куча. Някой го е блеснал с крака. Потом обичавали римскими плесми. После са губили с римските плетки. После са му били в голову тростью вот такой вот терновый венец. Так что кровь текла по его голове. Он был обезображен против всякого лика человеческого, так же написано у пророка Исаии. Вы знаете, с чем это можно сравнить? С чем бы можно было сравнить хотя бы приблизительно? На каков суд отдали Иисуса Христа? Вы знаете, мы можем прочитать, я всегда прихожу и говорю о том, что если вам что-то непонятно, всегда возвращайтесь к книге Иова. Ни можем да прочитаем, и аз как то казвам, когато нечто не разбирате, винаги се връщате към книгата на Иов. Признанная древнейшая книга на Земле. Най-древната книгата на Земята. Которая насчитывает примерно около пяти тысяч лет. Която е поне на пет хиляди години. В этой книге не упоминается ни Моисей. В тази книга не се вспоминава за Моисей. Ни Авраам, ни Исаак, ни Яков. Ни Авраам, ни Исаак, ни Яков. Никто из патриарха верен. Никой от патриархите на вярата. Не было еще Моисеева закона. Не имало Моисеев закон. Эта книга была написана задолго до этого. Тази книга била написана много преди това. Жил челек праведный. Живял и праведен човек. И не было праведни Иова на Земле. И не имало по-праведен от Иов. И даже когда Сатана пришел между Сатанами Божими, к Богу. Даже когато Сатаната е дошел между Божиите синове. Бог решил, в пример, привести Иова. Бог решил да доведи, за пример, Иов. Видел ли ты раба мою Иова? Виждал ли си моят раб Иов? Ни е челека более праведный, чем он. Няма по-праведен човек от него. И вы знаете, что Сатана говорит? И знаете ли какво казва Сатаната? Вы знаете, вдруг неожиданно Иов попал на сатанински суд. Изведнаж Иов попада на сатанинският суд. А разведарам богобоязнен Иов? Не просто така и богобоязнен Иов. Не ты ли окружил его и справа, и слева, и спереди, и сзади? Не си ли обкръжил него отпред, отзад и отстрани? Попробуй коснись его. Опитай се докосни го. Разве прославят он тебя? Дали ще те прослави? И Бог позволил. И Бог и позволил. Говорит, ну хорошо, коснись. Казва, добре, докосни го. Посмотрим. Ще погледнем. Проверим праведността на Иов. Я не буду об этом так подробно, просто скажу, что за коротки промежуток, времени. Но ще кажа, че за кратко време. Иов потерял все. Иов е изгубил абсолютно всичко. Он потерял своих детей. Той е изгубил своите деца. Вы помните, сколько их было у него? Сещате ли се, колко са били? Да, семеро сыновей, да? Били са седем момчета и три дъщери. И вот так, за един день, просто раз, и просто всех детей потерять. И за един ден е изгубил всичките си деца. Потерял все свое имущество. Изгубил цялото си имущество. Весь свой скот. Всичките животни. Дьяволу это показалось мало. На дьявола му се струва малко това. Дьявол навел на него что? Дьявол какво му е направил? Такое злое проказо. Много зла проказа. Съвременно название этого заболевания лепра. Съвременно название на тази болест лепра? Лепра. Его кожа покрыла се очень тонко, толстое, коросте. Кожата му се покри с цири. С цири, да. И източала кровь и гной. И от нея се изливаше кръв и гной. Это все свербело, это все болело. И това всичко болеше и сърбеше. И он чесал его. И той чешеше себе си. И изнавал от боли. И викаше от болка. И потом дьявол начало такова через родную жену. И после дьявола започна да атакува чрез родната му съпруга. Жена подошла. Съпругата е дошла. И сказала, похули Бога. И е казала, кажи хула за Бог. То есть заверши самый страшный грех. Направи най-страшният грех. Произнеси хула на Бога. Произнеси хула на Бог. Похули Бога и умри. Это сказала родна жена. Да похулиш Бог и да умреш. Това е казала родната съпруга. На что Иов сказал? Та говориш как одна из безумных. И Иов и каза, ти говориш като една от безумните. Да бъде имя Господа Бога благословено. Да бъде името на Господ благословено. Но знаете ли с какво се отличава страданието на Иов от страданието на Иисус Христос? Чуйте. Иов страдал за себя. За свою праведность. Он страдал за свою семью. За свою честь. За то, что он попытался быть праведным на этой земле. И дьявол это очень не понравилось. На дьявола много не ему хареса това. Почему дьявол это не понравилось? За что на дьявола не ему хареса това? Потому что когда-то он был на большой высоте дьявол. За что то той някога и бил много на високо. Кем он был? Кой е бил? Он был херувимом осиняющим. Той был осиня... Херувим. И потом согрешил. Первый пал. И был неизвержен с неба. И то я паднал и был низ... И паднал от небета. Да, от небета. Кто был поставлен на его место? Кой бил поставлен на неговото место? И даже выше него. И по-високо от него. Намного выше него. Много по-високо от него. Куда даже ангелы не могут приступить. Куда-то ангелите даже не могут доступят. Как вы думаете, кто? Как мыслите кой? Ты. Ти. Ты и ты. Ти и ти. Я. И аз. Даша. И Даша. Человек. Человек. Сотворенный по образу и подобию Божьему. Който бил сотворен по образу на Бога. Который сегодня посредством крови Христовой. Който днес посредством крови Христовой. Может входить во святая святых Бога. Может влезе в пресвятое место к Богу. Вот так просто входить. Просто эй така да влезе. И говорить здравствуй папа. Я верю в Иисуса Христа. И Бог Отец принимает тебя. И вы знаете, это важная тема сегодня. Сатана сегодня приходит и по сей день к Богу. Для чего? Написано, что он клеветник. Который день и ночь что делает? Который день и ночь правит какого? День и ночь клевещет. Той день и ночь клеветва? На кого он клевещет? Клевети. Той на кого клеветит? Он клевещет на нас. На нас. Сегодня. На тебя и на меня. Днес, на теб и на мен. Он клеветал на человечество 2000 лет назад. Той клеветил на человечеството 2000 години. 2000 лет назад был решающий момент для человечества. И преди 2000 години и бил решающий момент за человечеството. Человечество должно погибнуть. Человечеството трябва да загиня. Но Евангелието на Иоанна 3,16 говорит. Но Евангелието на Иоанна в 3 глава 16 стих казва. Бог так сильно возлюбил этот мир. Бог толкова силно е возлюбил този свят. Че отдал Сына Своя Единородного. Че отдал Своя Единороден Син. Дабы всякий верующий в Него. Че всеки, който вярвал в Него. Не погиб. Не загине. Но имел жизнь вечную. Но да има вечен живот. И дьявол пришел тогда. И дьявол тогава е дошел. И представил Иисус Христос на судилище. И представил Иисус Христос на судилище. Та зачем пришел сюда? За какво си дошел тук? Знаете, Сатан не до конца не было раскрыто, кто перед Ним стоит. Писанието не до края раскрыва, кой стои пред Него. Сатана приходит, чтобы Его изкусить в пустыня. Говорит, если ты Сын Божий, докажи. Прикажи этим камням сделать со хлебами. Сброси с храма. Потому что написано. И все время через Писание. За чтото пише и цялото время през Писанието. Не предкнешься землю, но Ангел Господний понесут тебя. И не погибнешь. Няма да се сплнешь и Божьи те ангели ще те носят и няма да загинешь. На что Христос му отвечает? Но написано. На това Христос отговаря, че пише. Не скусявай Своя Господ Бога от Твоего. Не скусявай Своя Господ Бог. Амин. Сатана не понимал, кто перед Ним. Сатаната не е разбирал, кой е пред Него. Он понимал, что что-то святое пришло с Небес. Той разбирал, че нещо святое дошло от Небесата. Для чего ты пришел? За какво си дошел? За что-то то трябва да загине. И дьявол начинает клеветать. Ради кого ты пришел вообще? За кого си дошел? Вот ради нее. Ради нее. Или вот ради того, кто сидит там перед экраном. Или вот за вот этого подонка, негодяя. Или за този лош човек. Который пыли на твоих ногах не стоит. Понимаете? Вот так говорил дьявол. Вот так он клевещет и сегодня. Так как клевети и сегодня. Но знаете, что нас спасает? Что Иисус Иисус когда-то сказал? Че Иисус Христос некога я сказал. То, в чем все они виновны. Во всичко тези, които са виновни. То, в чем все они виновны. В това, в което са виновни всичките. Пусть это будет на мне. Това да бъде върху мен. Наказание мира нашего было на Нем, на Христе. Наказанието на този свят беше върху Него. Он забрал всю нашу вину. То и взял цялата наша вина. Дьявол говорит. Помышление их во всякое время есть зло. Они постоянно помышляют о зле. Не на злоба и убийство. Злоба и убийство. Они готовы только ненавидеть и убивать. Просто са готови да мразят и да убиват. И ты готов за них умереть. И си готов да загинешь за тях. Ты говоришь, что ты сын Божий. Казываешь, че си Божия сын. Вы знаете, очень хорошо сыграл дьявола. Много добре изыграл дьявола. В фильме Адвокат дьявола. Во филма? Адвокат дьявола. Адвокат на дьявола. Альпачина, конечно. Альпачина. Думаю, если вы хотите посмотреть на профессионально сыграну хулу на Бога. Ако искате да погледнете профессионално изыграна хула на Бог. Погледнете този филм. Но я сразу предупрежу, очень опасно играть такие роли. Но ще ви предупредя, веднага много е опасно да изыграваш такива роли. Потому что Альпачина там произносит конкретно хулу. Защото Альпачина там казва точно хула. И вот эта хула, она постоянно звучит на небесах. И тази хула постоянно звучит на небесата. И дьявола говорит. И дьявола казва. О том, что они хулят тебя. За това, че те хулят тебе. Хулят Бога, хулят Сына Божьего. Хулят Божият Син. Иногда хулят даже Святого Духа. Понякога хулят и Святия Дух. Что считается непростителем грехом. Което се изчита за непростителен грех. И ты готов за них умирить. И си готов да умреш за тях? Знаете ли, что Писание говорит? Знаете ли какво пише? Бог свою любов доказывает тем. Бог доказва своя любов на тези. Что Христос умер за нас. С това, че Христос е загинал за нас. Когда мы были еще грешниками. Когато сме били още грешници. Праведник. Умер за нечестивых. Праведник е умрял за нечестивите. Мы сегодня еще думаем. Днес още си мислим. Лошо си мислим. Убийство, злоба, ненависть. Непрощение. Убийство, злоба, умраза, непростяване. А Христос умер из-за этого. А Христос е умрял за това. И Он сказал, пусть это будет на мне. И това да бъде върху мен. Това да бъде върху мен. Бог прощает. И милость Божия. И милоста на Бога. Что она? Тя какво е? Она превозносится над всяким судом. Тя се превозносится над всяким судом. Милость превозносится над судом. Милоста се превозносит над судом. Я открою вот это место. Ще утворя това место. Так, послание к евреям. Евреи. Четверта глава. Четверта глава. Тоже очень важно. Вы со мной сегодня? Сегодня у нас особенный день. Особенное служение. Особенная тема. Нам очень важно сегодня понятие осознать. Что меня спасает сегодня? Нас с вами спасает только вера. На земле существует только один грех. Иисус Христос предупреждал об этом. Иисус Христос предупреждал за това. И Он говорил, что пошлю Духа Своего Утешителя. Святого Утешителя. И Той сказал, что исправит Своя Дух Утешителя. Который пришед. Обличит весь мир. Обличит целый свет. О грехе. Об одном грехе. Само за один грех. Что не уверовали в Меня. Сына Божия. В Сына Божия. Который умер за все человечество. Который загинул за все человечество. Сегодня вот в это надо верить. Днес в това требуется верить. Верить в то, что Иисус. Да верим, че Иисус. Скажи, пожалуйста. Иисус. Кажи, Иисус. Заплатил. И заплатил. Великую цену. Велика цена. За все мои грехи. За всички мои грехи. Искупил меня от проклятия. Искупил меня от проклятия. И ранами его я исцелился. Так написано у пророка Исаия, 53 главе. Послание к евреям, 4 глава. 14 стих, 15 стих. Итак, имея первосвященник великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться из поведания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. Он все претерпел за нас. Мы не можем Его упрекнуть. Господь, ты не понимаешь. Мне так сейчас больно. Я тебе скажу. Так как было больно Иисусу, не было больно никогда и никому. Никогда и никому. Я бы и толико микро, там, миллиардную, триллионную долю бы не выделил от того, что перенес Иисус Христос на Голгофе. Самую микромиллиардную, триллионную часть от того, которое ты проживел Иисус, не бихмужил до... В Гефсимании. Проживее. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться из поведания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем. Вот Иисус Христос был искушен во всем. Иисус Христос был искушен во всем. Скажи, во всем. Был ли ты искушен во всем? А Иисус был искушен во всем. Но что написано дальше? Кроме греха. Иисус Христос не сделал за все вот эти 33 года, которые Он прожил на земле, Иисус Христос за всички тези 33 години, кое-то изживял на земле, Он не сделал ни одного греха. Не направил нито един греха. Хотя был искушен во всем. Вопреки, че бил искушен во всичку. На него в один момент было взвалино. В него в один момент было сложено. Вся вот эта боль, вся вот эта тяжесть. Цялата тази болка, цялата тази тежесть. Вся вина и проклятие всего мира. Цялата вина и проклятие на целе свято. И вы знаете, вот эти сатанинские силы повлекли вот эту душу. И знаете ли, че тези сатанинские силы са грабнали тази душа? Повлекли его в самый ад. И са сложили его в самия ад. И псалмопевец Давид с пророчество за това. Боже! Ты не оставиш душу святого своего в аде. Няма да оставиш душата на свое светие в ад. Новый завет уже говорит о том, что Бог воскресил его из ада. Но Новый завет вече казва, че Бог го и воскресил от ад. И те несмертные. И сянката на смертне. И сянката на смертне. И последнее место, которое я сегодня хочу прочесть, которое я обещал... Последнее место, которое искам да прочитать днес. Их очень много. Много места са. В псалтере Давид об этом очень много в многих псалмах пророчествует. В псалми Давид на много места пророчества за това. Я открою только одно. Один псалом. Ще утворя сам один псалом. Давайте мы откроем псалом номер 34. Утворим псалми в Булгарската Библия 35. И прочту с одиннадцатого стиха. Ще прочту от единнадцати стих. Восстали на меня свидетели неправедные. Чего я не знаю, о том допрашивают меня. Это примите как то, что Иисус Христос, по правительству Давида, пережил на Голгофе. И в Гефсимане. И на каждом суде. Человеческим и сатанинским. Воздают мне злом за добро. Сюродством души моей. Я во время болезни их одевался в обречище и изнурил постом душу мою. И молитва моя возвращалась в недра мою. Я поступал как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с понихшей головой, как бы оплакывающий мать. Когда я притыкался, они радовались и собирались, собирались ругатели против меня. Не знаю за что. Поносили и не переставали. С лицемерными насмечниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов, одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом. Среди народа многочисленного восхвалю тебя. Чтобы они восхваливали надо мною враждующие против меня неправедно. И не перемиглись глазами, ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют, против вас составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои и говорят, хорошо, хорошо. Видел глаз наш, ты видел, Господи, не умолчи, Господи. Не удаляйся от меня, подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой. И, Господи мой, суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой. И да не торжествуют они надо мной. Да не говорят сердцем своем, хорошо, по душе нашей. Не говорят, мы поглотили его. Слышите? Сатана и его полчища, они были уверены, что они его поглотили. И они повели его в самый ад. И вы знаете, где Иисус Христос одержал победу? Он одержал победу в самом аду. Написано, ад, где Твоя победа? Смерть, где Твоя жало? Благодарение Господу Бога моим. Иисус Христос одержал победу. Скажи славу Богу. 27 стих. 26 стих. Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь. Слава нашему Богу. Слава на наш Бог. Очень важно глубокое осознание того, что сделал Христос за Тебя. Многое важно глубоко разбирание на това, какво е направил Иисус Христос за Тебя. Ако верваш в Тебя. Ты сегодня спасенный человек. Днес си спасен человек. Ты говоришь, Бог. Ти казваш, Бог. Сын Божий, Твой Сын. Божият Сын е Твоя Сын. Пострадал за меня. И пострадал за мен. Он взял мою вину. Той взял моята вина. На себя. Верху себе си. Он взял мои родовые проклятия. Взял и моите родовые проклятия. На себя. Верху себе си. Он взял мои болезни. Взял и моите болезни. И ранами его я исцелил. И с неговите рани съм исцелен. Это уже прошедше время. Вече минало время. Иисус пострадал за нас. Иисус е пострадал за нас. Давайте мы слоним наши сердца. Да склоним нашите сердца. Давайте мы встанем. Да застанем. Почитая нашего Господа. Да почитаме нашият Господ. Скажи спасибо Тебе, Иисус. Кажи благодаря Ти, Иисус. За то, что Ты умер за мои грехи. За това, че си загинал за моите грехове. И за то, что Ты воскрес. За то, че си воскреснал. В мое это оправдание. Я никогда не смогу Тебе отплатить. Никога нема да мога да Ти отплати. За то, что Ты сделал на Голгофе. За то, что Ты пережил в Гефсимании. За то, что Ты пережил на суде человеческом. За то, что Та пережил на човешки от сад. На суде римском. На суде римский от сад. На суде сатаны. На Божьем суде. Но Божье слово говорит. Что ты доставил на этом суде победу. На всех этих судах ты победил. Ты победитель. Ты победитель и моей жизни. И я вхожу в твою победу. Потому что верую в тебя. Сегодня я оправдан. Сегодня я изкуплен. Сегодня я спасен. Сегодня я исцелен. И придет время. И как ты воскресил Бог Иисуса Христа. Духом Святым. Ты воскресишь и меня. К вечной жизни. Во Христе Иисусе. Мы молились. Во имя Отца и Сына. И Святого Духа. И Церковь Божия. Доскажет. Аминь. Аминь. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Давайте воздадим Ему славу. Только Ему. Слава тебе всемогущий Бог. Тварь. Аплодисменты. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»